У меня была перхоть, псориаз. Раньше была вся голова усыпана. Прошла вообще перхоть полностью. Я могу ходить теперь в тёмных вещах. У меня проблемы с щитовидной железой. И уртирокс больше 10 лет пила 100-150. После школы вообще 50 ушла на дозировку. Огромный бонус — это какая у меня появилась энергия. Любовь, здравствуйте. С какого вы города и с какой целью вы пришли на школу здоровья? Я из города Тольятти. Я, наблюдая за блогом Екатерины, полгода уже следуя её советам. Уже были хорошие очень результаты. И поэтому был такой стимул в последний день регистрации на поток 18-й. Всё-таки зарегистрироваться. Появилась надежда избавиться даже от некоторых серьёзных заболеваний. А удалось ли вам справиться со своими проблемами? У меня была перхоть, псориаз, с которым я не могла до конца проработать. Конечно, у меня очень утих, псориаз. Но на голове, на волосяной части шелушили. Всё равно была перхоть. Осталось маленькое одно пятнышко. Раньше была вся голова усыпана. Оно вообще никак сейчас меня не беспокоит. То есть оно маленькое осталось. Понимаю, что эта работа не быстрая, это долгая. Всю жизнь, сколько я себя помню, у меня была перхоть. Во время, как я месяц поучилась на школе, соблюдая какие-то дополнительные шаги, у меня прошла вообще перхоть полностью. Я могу ходить теперь в тёмных вещах. Когда шла на школу, думала, никаких не будет уже сверхъестественных результатов, потому что и так уже много получила. Но для меня был ещё огромный бонус. Это то, что у меня проблемы с щитовидной железой. И у меня ТТГ очень упал. То есть я пила иуртирокс. Больше 20 лет пила 100-150. Начала слушать Катю. У меня уже... Я с ней делала до 75. И после школы вообще 50 ушла на дозировку. То есть у меня есть надежда вообще минимизировать, да, либо вообще уйти с иуртирокса. И, конечно же, огромный бонус это ещё была, какая у меня появилась энергия. Мне очень легко вставать с утра. Вообще это... Я в восторге. Я не валюсь с ног вечером, да, у меня двое маленьких детей. У меня появилась куча свободного времени, потому что я стою рано утром, всё переделываю, уделяю качественное время детям своим. Даже муж мой заметил, он говорит, Люба, ты не просишь меня уже месяца два, чтобы помять тебя, помассажировать, да, потому что я всё время уставала. Сейчас, да, я забыла, что такое массаж, потому что у меня все мышцы работают, да, я занимаюсь собой, здоровьем. Было ли сложно проходить саму школу здоровья и что новое вы внедрили ещё в свою жизнь? Я думала, что будет сложно, это вставать рано утром, да, соблюдать режим, засыпать раньше вечером, движение, думала, что будет трудновато мне тоже внедрять. Но всё это оказалось несложно, и теперь это образ жизни, можно сказать. Что самое важное вы вынесли со школы здоровья? Что нужно всё делать комплексно, что нельзя что-то одно делать. То есть нужно всё вместе, и питание, и движение, и сон, что это всё важно для нашего организма, для нашего здоровья. Ваша семья вас поддерживает? Моя семья, да, меня поддерживает мой муж очень сильно. Он был вообще заядлым сладкоежкой, он уже тоже несколько месяцев вообще отказался от сахара. Родственники смотрят, конечно, с подозрением, но я думаю, это всё дело времени. Дорого это вообще для вашей семьи вести здоровый образ жизни? Вот это питание, которое мы предлагаем на школе здоровья? Вообще мы так с мужем посчитали, посидели, подумали, что это недорого выходит. У нас даже такое ощущение, что было дороже до этого, потому что мы потребляли очень много молочной продукции, она очень дорогая, да, ну, хорошая, качественная. Сыры покупали, то есть, да, сейчас вместо сыра покупаем авокадо. То есть конфеты, никакие печеньки, ничего не покупаем, всё делаем сами. И поэтому нам кажется, что даже у нас бюджет, наоборот, экономим, благодаря здоровому питанию. А что вы могли бы пожелать ещё нашим слушателям, читателям? Я бы, конечно, посоветовала не откладывать, как это делала я, я больше полугода откладывала. И не откладывать лучше, лучше бежать сразу, да. Но если всё-таки что-то останавливает, да, то хотя бы начать с простых шагов, да, которые советует Екатерина, и уже увидеть результаты. Это стоит того. Качество жизни улучшается намного. Так как у меня двое маленьких детей, я бы очень посоветовала родителям, бабушкам, дедушкам, всем, ну, у кого есть маленькие дети, да, задуматься о том, чем кормим мы наших детей, что мы ему можем дать, да. А самое ценное, что мы можем дать, это здоровье им. Потому что никакое благополучие, да, оно не заменит того, если не будет здоровья. Поэтому очень хочу и желаю, чтобы все задумались и берегли наших деток. Спасибо вам большое за интервью.